Всем еще раз здравствуйте. Тим Малайзия против Team Secret. Второй матч в формате Best of 3. Это у нас старт серия и это ландфиналы. Малайзийцы первый матч выиграли. Секреты слились по всем фронтам вообще. Начиная от мидлейна, продолжая легкой линии, сложной. Везде были провалы и эти провалы в итоге вылились в преимущество Малайзийцев, которые попросту Секреты не смогли хоть как-то уменьшить или превзойти. Об этом даже речь не идет. На данный момент Секрет решили, я так понимаю, поменять схему, поменять расстановку по лайнам. Фантом Ассасин и Вис появляются в пике команды Секрет. Тини забанили у нас Малайзийцы, но не знаю, собирались ли вообще Секреты брать Тини. Вполне может быть, что именно такая комбинация и планировалась. Брать Фантом Ассасин для Артизии и дополнять ее на мидлейне Веспом. Артизия на мидлейне, в общем-то, вместе с паре с Веспом простоять может. И Шторм Спирит не станет страшной проблемой, и фарм будет какой-никакой, потому что на легкой линии Артизия попросту ничего не вывез. Сейчас вариантов таких, по сути, и не было. Там Акс неприятностей очень много доставил команде Секрет вместе с Джонни, который играл на Фениксе. Здесь немножко ситуация поменяется. Не думаю, что команда Малайзия втроем-четвером будет пастись на миде. Все-таки это потеря экспы, потеря времени, потеря денег. Ну и есть шанс. Есть так называемая окошко как раз для керри команды Секрет для фарма. Бэйн добирается в пик команды Секрет. Скорее всего, отправится на легкий лайн и будет там саппортить, кого мы сейчас узнаем. Еще один пик для команды Секрет. Ну, у меня есть предположение, что Фантом Ассасин отправится с Веспом на мидлейн. Зевс, скорее всего, отправится в сложную линию. Зевс для Зая. И Бэйн будет у нас саппортить того, кого Секреты возьмут пятым пиком. Мирану заманили Малазийцы под рассказ как раз Бэйна, Найтмэр и Стрела. Может быть, Секреты так и думали, а может нет, сейчас узнаем. В общем-то, всегда есть иные варианты. Дота позволяет несколько вариаций на любую из комбинаций творить. Поэтому я думаю, что Секреты что-то придумают. Ну, тот же Лишрак, который был в прошлой катке от Малазийцев, мог бы зайти, наверное, и здесь. Под рассказ от Бэйна все, в принципе, было бы вполне понятно. Ну, если не Бэйн, то, если не Мирана, то даже, например, может и Кунка мог бы здесь встать. На самом деле, вместе с Андаингом Кунка ничего так бы смотрелся против Андаинга, точнее. Шейкер у нас не в бане, не в пике. Шейкер вряд ли по данному пику появится. Это слишком серьезно. Шейкер Керри это вообще перебор. Глянем, глянем, глянем. Пока никаких предположений. Тут Секреты должны переиграть команду Малайзия последним пиком. И, наверное, я даже и мудрить не буду Акс от команды Секрет. Никаких переигрываний. Просто обычное серьезное давление и фарм по всем фронтам Акс. Скорее всего, пойдет в легкую линию. Артизи отправится, думаю, на мидлейн вместе с Веспом и Зевс для Зая. Ну, сейчас разберут своих персонажей и игроки и посмотрим. Джонни уже забирает себе Андаинга. Кецы Камба берет Найт Сталкера. Неужели это Кецы Камба в мидлейн? Или Куху все-таки на Шторм Спирит и отправится на мид? Больше, конечно, ставка на Шторма в миде. Бристлбэк смело отправляется в сложную, на самом деле, вместе с Джонни. Поэтому, думаю, что именно так все будет. Так, Кецы Камба может пофармить на Найт Сталкере в легкой. Ну и Дезераптор как помощь. Зая забирает себе Акса. Зая идет у нас в сложную. Купей, Артизи, Зевс и Висп. Остается СФО. СФО, скорее всего, будет играть у нас на Зевсе. Так и есть, да, СФО забирает себе Зевса. Ну и Кроку забирает себе Виспа. Теперь единственный вопрос. Где будет стоять у нас Артизи? Где у нас будет стоять СФО? СФО на Зевсе ничего себе не покупает. Только Кларити на Ману. И Артизи тоже идет в мид. И СФО идет в мид. И как все будет, пока что не ясно. Если СФО пойдет у нас в сложную на Зевсе, такое тоже может быть, то в любом случае Боттл СФО понадобится. Ну, втроем, даже в четвером, игроки команды Сикрет у нас стоят на топ-руне. Пока что никого из игроков в Тималазии не пришло сюда драться. Пока не готовы. Они сместились у нас во вражеский лес, в лес команды Сикрет. И здесь втроем тусуются. Охайо, Джонни, Кец и Кэмба. Ну и здесь Зай. Зай пока не подходит. Зай, скорее всего, ставят в легкой, и фармить в соло. Как я понимаю, по расстановке героев тоже как вариант на самом деле. В любом случае, какой-то подсейф и помощь нужна будет. Бэйн, наверное, будет не лишним. Ну и куху на Шторм Спирити. На топ-лейне. Пока тусит. Вполне может быть. Да, Найт Сталкер ничего у нас не покупает. Найт Сталкер сейчас руну Баунти возьмет. И в скором времени у Найт Сталкера появится Боттл. Неужели это Мидлейн на Найт Сталкер? То самое чудо. Кец и Кэмбан на Мидлейн в итоге перетягивается. На сложное остается у нас Охайо. И Джонни на Дайанге будет у нас Охайо саппортить. На Мидлейне стоит Кец и Кэмбан на Найт Сталкере. Против Эсфона Зевсе. Висп от Куроку вместе с Артизием и вместе с Пупеем на Бэйне отправляется в сложную линию. Трипл на Харде от команды Сикрет. Кто кого здесь в итоге переиграет? Очень много вопросов. Кец и Кэмбана, Найт Сталкер на Мидлейне, как в старый добрый Найт с Артстайлом. Найт Сталкер, который должен зарабатывать очень много и до первой ночи хотя бы себе Тапок или хотя бы Боттл приобрести. Что-то... Урнов Шадоу точнее. Что-то очень важное необходимо Кец и Кэмбе. Уже у него есть Боттл на данный момент. Ну и посмотрим, насколько это будет мобильный или даже мультимобильный Найт Сталкер к первой или после изменений в дочи, скорее всего, ко второй ночи. К первой ночи не всегда все хорошо складывается у Несса. Необходимо какое-то невероятное количество фарма и плюс несколько фрагов, чтобы Тапоку Урну первой ночи насобирать. Ну не думаю, что Кец и Кэмбан дойдет до этого. Ну и опять же, он стоит против С4, а не на фрифарме. Не так-то все просто. Артизи загнал уже Куху и Муши под собственный Тауэр. По Т1 нас фармит Шторм Спирит и, кстати, огромная пачка крипов. Все это для Артизи прям вообще радость какая-то. Отошли от Т1, точнее, игроки команды Малайзия. Теперь им не так комфортно фармить. Да и Артизи тут какой-никакой фарм получает. Вообще Висп обязательно здесь для Артизи. В соло простоять фантомки на сложной, понимаете прекрасно, на профессиональном уровне. Это практически невозможно. Где-то в пабе Артизи, конечно, здорово бы выстрелил в соло на сложной. Но здесь вряд ли по шансам. Все-таки Малайзия очень и очень серьезный оппонент. И в первой игре они это доказали своим соперникам в команде Сикрет. Куху остается здесь. Муша отправляется у нас отводы делать. Пупей вместе с Куроку. Муша они увидели. Да, Муша они увидели. Цепляют здесь Куху. Пупей ничего пока не вкачал и ничего не провязал. У Пупей ни один скилл не вкачан. Очень даже странно. У Виспа уже есть Тизер, есть Оверчардж. Пока что без Спиритов идет Куроку. На мидлейне у СФО 13 на 1, у Кецакомба 11 на 0. Очень даже неплохо Найт Сталкер смотрится. И убивать героя крипов, и дамажить СФО. Все в принципе у Кецакомбы получается. Рун, боттл точнее полный. Дабл дэмэдж лежит там. Ну будем ждать первой ночи. Акс на лоу хп. Джонни дальше за ним. Акс в итоге выживает. Тамба здесь. Я думаю Джонни поможет. Не простись так сильно от крипов. Ну и все. И пошли пилить Тамбу. Еще и крипы у нас Тамбу сожрут. Все. Томбстон у нас падает в итоге. Охайо фуловый. А Зай вынужден перемещаться на собственные фонтаны. СФО у нас от Кецакомба очень сильно проседает. Куроку уже прилетел. Будут выхиливать здесь СФО. Ну и скорее всего СФО выживет. У СФО свой боттл есть. И Куроку здесь с батлом отхилил все что можно было. Ну это фестблат для команды Сегрет. Вовремя прилетел сюда Куроку. Если бы не он. То конечно с СФО ничего хорошего не случилось бы. Ну в итоге Найт Сталкера убили. Артизи тоже дико просел по хеллспоинтам. Но пока живой. Пока нет боллайтнинга. У Шторм Спирита подтянуться к Артизи нечем вообще. Муши далековато. И у Муши маны нет. На Глимс. Да и Артизи без Куроку. В принципе быковать у нас не должен. Вообще по факту. Артизи немножко здесь еще и ракового фарма показывает. Позволяет себе где-то недоконтролить крипов. Ну это лишнее совершенно. В прошлом матч уже где-то недоконтролил у нас Артизи. В итоге вся тима слилась. Поэтому в данном файте ошибаться. Это запрещено команде Сикрит. Они горят 0-1. И малазийцы почувствовали вкус крови своих соперников. Я думаю что давить будут в любом случае. Понимают что Сикрит ни в коем случае не непобедимый. Справляться с ними можно. Нужно. И это будет очень даже кстати для Малайзии. Кецокомбас пещается на нижней лайн. Первая ночь у нас. У него есть тапок. У него есть таутшилд. Урнов Шадоус пока что для Найт Сталкера нет. И не намечается. Даже потому что. Ну потому что просто по деньгам. Найт Сталкер никогда. После бафа Доты. Урну не вывозил нас до первой ночи. Это фактически невозможно. Ночь наступает слишком рано. Ну только Гентл оф Стрэндж. Еще одна сейчас появится. Где-то попозже будет и урнов Шадоу. Сфо уже просто издевается. Здесь на Найт Сталкера маны хватает на все. Солу Ринг для мидера команды Секрет имеется. Есть Боттл. Есть Бутсов Спид. По ХП не проседает Зевс. Близко Найт Сталкер подойти не может. Поэтому вынужден здесь Кецокомба. Тратить такую важную для него часть временную доты. Как ночь. На обычные побеги. От Т1 по миду до собственного Фонтана. По ХП просел Дика. На руну выйти вариантов никаких. Да и руна через полминуты будет. За это время Сфо его просто-напросто уничтожит. У Секрет на мид лейне. Зевс 33 на 3. А Найт Сталкер 22 на 0. По Найт Ворсу Найт Сталкер тоже проседает. 2000 для него и 2800 для Сфо. Сфо у нас вообще первый по Найт Ворсу. Опережает даже Охайо, который в общем-то без проблем у нас должен был фармить на легкой линии. В итоге Охайо на втором месте всего лишь 2800 насобирал. Ну разница небольшая с Зевсом. Неужели у нас... Ну Зай... Зай тоже в принципе неплохо себя чувствует. У Зая 28 крипов уже убита. Да, седьмой Найт Ворс на карте. Но здесь разница в 100 голды. Это в общем несущественно. Глимсует назад у нас Артизи. Артизи на лоу хп забирают фраг. Игроки команды Малайзия Куху. Причем очень важно, что Куху забрал данный фраг. И мейн керри команды Сикрет опять сливается. С Сикретом нельзя подставляться ни в коем случае. Проблема, мне кажется, прошлого матча была в том, что слишком много умирал СФ, например, от Сфо. Артизи умирал немного, но критично много. Можно так сказать. То есть 3-4 смерти для Фантом Ассасина это уже неприятность. При том, что фрагов, как таковых, Артизи не делал. А в разменах очень редко выживал. В основном на Артизи агрели сразу же. И Тамухаю на Аксе просто-напросто не прощал всю команду Малайзии. По голде Сикреты впереди 500. По Экспириенсу 0. 0 у нас на графиках. Причем 0 100%. 9-180, 9-180. Ну, теперь немножко Сикреты вышли вперед. По фарму они, в общем-то, получше себя чувствуют. И, в частности, за счет мидлейна СФО, который Найт Сталкера у нас по большому счету загоняет. СФО в инвизии. У него есть ульт. У него есть четвертый верхний. Просто давай болт, давай ульт. И можно муши, например, забрать. Не думаю, что куху здесь сольется. Это вряд ли. СФО. Верхняя по куху. Маны не хватает у СФО на ульт. Зевс пошел под хил. Для СФО. Ну, маны по-прежнему у СФО маловато. Ульту давать смысла нет. Наверное, даст попозже. Не обязательно стоять рядом. Если даешь ульт Зевсом, можно стоять где угодно. И СФО отправляется на мидлей. В это время Пупей здесь хоть что-то пытается по экспириенсу заработать. Четвертый с копейками у Пупея. Доффин с гриппа еще фармить и фармить. У Акса есть 1400. Зай заработал себе уже транквил Буци. 1400 по голде. У Охайо. Охайо смещается у нас куда? Охайо у нас никуда не смещается. Зай. Загрил на себя Охайо. Охайо разворачивается и теперь по Зайве. Баттлхангер висит на Охайо. У него есть ДД. Можно, в принципе, и драться с Зайем. Почему Охайо не решился драться, не знаю. Ну, в принципе, у Зайета есть Каллинг Блейд, как-никак. Поэтому сильно проседать по ХП Бристилбеку нельзя. И где-то на грани играть с Аксом невозможно. Это не тот герой, который позволит тебе на ЛОУ ХП уйти. И, понятно, причина кроется в ульте Акса. 9 минут сыграно. Сикреты 1000 с копейками по золоту и 800 по экспириенсу тоже. Затем Сикрет. Зай ловит у нас Андерстрайк. Уже здесь Пупеев. Кинетик Филд закрывает у нас Пупея. Зай, в общем-то, не в Кинетик Филде. Муши можно попробовать убить. Зай агрит на себя Муши. И в Найтмэре у нас Пупей. Сам себя вообще. Джонни ставит там Бум. Минус 1 делает команда Сикрет. Акс отсюда вряд ли уходит. Минус 1 делает Малайзия. В итоге размен 1 в 1. Прилетает сюда Зевс. СФО должен хоть как-то помочь своему тиммейту. Ульта у СФО еще 70 секунд. Будет в кулдауне. Вторую ульту за раз Зевс не дает на ранних лвелах. Там еще собирать. Дорефрешер арбайт собирать. В итоге 2 в 1 разменялись в пользу команды Малайзия. 3-2 они повели. По голде вы видите. По экспириенсу тоже. Видите. Малайзийцы на 1000 больше заработали в файте. И графики поползли вниз. 1000 преимуществ Секретов по золоту. Скорее всего в 0 отправится. Ну и по экспириенсу абсолютно та же история. У Артизии уже есть Пауэр Трэдс. Есть Портмен Шилд. Ринг оф Аквилла. Мэджик Стик. И 500 по голде сверху для Фантом Ассасин. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Но у Артизии свои артефакты собрать должен. В прошлом матче поздновато конечно. Баттл Фьюри появился. Но даже не столько Баттл Фьюри, сколько Блэк Кинг Бар и Башер. Когда они появились, тогда уже бесполезно было башить кого угодно. В составе команды Малайзия там дико расфармленный был Акс. Он участвовал практически во всех файтах своей команды. И есть Башер у Артизии нет. Башер Аксу было фиолетово абсолютно. В этом противостоянии Акс у нас в составе команды Сикрет. Поэтому Акс будет агрить, а Артизия должен нарезать. Такая теперь у него схема работы. У Зая до Даггера остается 200, даже меньше 200 копеек. 170 всего лишь у Зая. В это время команда Малайзия под смоком. За СФО выехали. СФО видит своих оппонентов. Ульту даже наверное не будет давать. Но еще и Сайенс ловит СФО. Очень быстро развалили. Андайинг забирает этот фраг. Томб стоит, Тауэр падает. У Акса появляется Даггер. Не реагирует Акс на происходящее внизу. Но тут не подсейви Тауэр никаким образом вообще. В это время у Охайо на Бристлбеке появляется Мека. Как там Артизия? У Артизии Ринг оф Хелс и все. Из Баттлфьюри пока больше ничего для Артизии не имеется. У Куху уже есть Солринг, есть ПТ, есть Боттлф. Ну и все, Куху по фарму тоже у нас не блещет. Пятое место. На карте у него 3800, у Артизии 4300. Так что сложная для команды Сикрет, в общем-то, была очень даже продуктивной. Под Смоком Зайку, Року. Смок с них не спадает. Поэтому не видел их Куху, но можно попытаться выйти. Здесь уже Муши. И неизвестно еще кто на кого будет выходить. Зай агрит на себя Куху. Куху надо успеть забрать. Нет, не успевает забрать у нас Куху. Зай в Статик Шторм не попадает, выходит из него. Артизии на лоу ХП выхиливает его. И Зай от стики. Артизии быстрее бежать отсюда. Мека пошла у нас от Охая. Зай цепляют через Вортекс и не дают отсюда уйти. В итоге размен 2 в 1. В пользу команды Сикрет Артизии улетает. Ну и Пупей, не знаю, улетит, не улетит. В Найтмэр отправляет здесь Кеца Камбас. Сразу же Охая его будет. Ну и Найт Сталкер вряд ли Пупей отпустит. Еще один фраг для команды Сикрет. Ой, для команды Малайзия. В итоге 2 в 2 подрались. Не умер Артизии, но умер очень важный герой. Умер Акс. Который был главным героем на нижнем лайне. Которому дали практически максимум фарма. И по голде опять. Малайзийцы впереди. По экспириенсу графики тоже движутся в сторону команды Малайзии. Поэтому я думаю, что это вопрос времени. Если вдруг Сикреты вообще в край не поменяют схему своей игры. Сфо перемещается в лес. Мидлейн, я так понимаю, отдают у нас Артизии скорее всего. Зай под смоком. Все под смоком. Но команда Малайзия на безопасном расстоянии от своих оппонентов находится. Вангвард приобретает себе Найт Сталкер. Классическая схема. Фейсбуцы досталось добавить и Доминатор. И все, можно бегать. Правда поздновато немножко. 14 минута, как никак. Но с другой стороны... Вангвард лишним никогда не бывает у нас для Найт Сталкера. Он у нас главный агрессор команды Малайзия. Тот, кто будет бегать всегда и впитывать в себе максимум дэмэдж. А все вокруг него... Остальные малазийцы вокруг него будут крутиться. Под смоком. Кецы Кэмба выходит на Артизии. Видит его. Надо Куроку здесь стопить. Не Артизии. Надо ловить Куроку. Вортек сразу на него от Куху. Куроку на лоу хп. И уходит отсюда. И урнов Шадоус на нем висит. И Куроку скорее всего здесь умирает. Да. Бристалбек забирает у нас Куроку. Минус один делает команда Малайзия. Ну и расходятся. Расходятся. Артизии выжил. Это важно для Сикретов. Но Висп умирает в первый раз. В составе команды Сикрет. В дальнейшем я думаю ситуация будет повторяться. Потому что прекрасно понимают малазийцы. Что вырубив Виспа. Фактически без подхила остается у нас Артизия. У него нет пока что обратки. Нет вампирика точнее никакого. И без подхила Артизия в общем-то на 3-4 удара. Ну или на 2-3 спела команды Малайзия. Так ульта пошла у нас тут Виспа. Куроку врывается вместе с Артизией на топ лейн. Кец и Кэмба как будто ждала. Финсгрип от Пупея. Кец и Кэмба должны забирать. Зай ультанул и Куроку видимо отправится отсюда подальше уже с СФО. Принес Артизии сюда и увез. Нет никуда он не привез. Так там без Артизии дрались. Что я комментирую вообще тогда? Артизия у нас это время на нижнем лайне фармил. Артизия не встреет в драке. Ему надо собрать Бэтл Фьюри. Дальше уже думать как распоряжаться всеми своими деньгами. Ну опять же повторюсь схема сборки для Фантом Ассасин в общем-то простая. В данном случае это Бэтл Фьюри. Потом БКБ. Потом Башер. Потом Доминатор и Абисал Блейд. Ну а дальше по желанию. Если еще будет время на это. Охайо с Ван Гвардом. С Мекой. 1600 на руках. Первый Нетвордс на карте у... Керест, который стоял в сложной линии в составе команды Малайзия. 8500 для Охайо. И равных он себе вообще не видит. 6200 у Артизии. 5700 у Мидлейн Зевса от С4. Брист в общем-то не самый убийственный герой. И в лейте, и в мидгейме. Но если Брист будет очень сильно перефармливать Веспа, Зевса, Бэйна. Да даже скорее всего и Фантом Ассасин. То пиши пропало. Брист их просто-напросто Квилл Спрейме замучает. И все что сможет сделать команда Сикрет это отступать. Поэтому Бриста нужно контрить всеми вообще доступными методами. И не стоит забывать, что есть Тамба. Если Тамба будет словить, то это вообще великолепно для Бриста. Если Тамба будет просто убиваться командой Сикрет, то она опять же будет словить. Потому что Сикретам придется тратить время на убийство Томп Стоуна. В это время Квилл Спрейм несколько упадет у нас. Ну что, Зай. В толпе врагов. И ничего Заю здесь делать нельзя. Берсеркер колл пошел от Зая. Ну чуть-чуть поживет еще и все. Найт Салкер забирает этот фраг. Кецы Кэмба делает второе убийство для себя. 2-2-3. Когда у него команда Малайзия сразу же на роху. Ночь на дворе. Кецы Кэмба танкует. Охайо здесь. Мека есть. Подхилл есть. Вангвард имеется у Кецы Кэмбы. Ну и тысяча сверху. Кстати, для Найт Сталкера можно прогрейдить себе тапок. Можно выйти во что-то другое. Ну Сэнжин Яша, наверное, не будет лишним. По данному пику придется ловить висква. Придется бегать за Фантом Ассасин. Которая летать у нас будет от героя к герою. Ну и надо как-то будет догонять того же Шторм Спирита. Которая основная врывная вообще сила команды Малайзия. Куху забирает себе Эггис. У него уже есть Пойнт Бустер. Есть Виталити Бустер. Соу Ринг. Ну и Соу Ринг понимаете куда? Все это пойдет в Бладстоум. Секреты на топ-лейн. На Муши врывается у нас Артизи. Муши в итоге убивает Артизи. Статик Шторм не проблема для него. Пупея поймали. Сфоа. Почему Артизи улетел? Артизи у нас улетел. И оставил команду в принципе драться без мейнкерри. Тамбу поставил у нас Джонни. Джонни на лоу хп. Но пока живет. У Зая нет ульты. Зай где-то ульту протратил. Ну и куху. Фактически на фулману за Заем. Вортекс через 2 секунды. Зая надо ловить. Засловили его. Вортекс по нему. Ремнант. Ну и Зай скорее всего умирает. Вряд ли получится уйти отсюда. Хотя вот. Хватило еще немножко хпшки на то, чтобы потратить время и дать возможность Даггеру от ГДшца. Нет, ничего не получается у нас в итоге у Акса. Берсеркер Колл был предсмертным. 8-11. Малайзия опять в плюсе. 537 заработали в данном файте малайзийцы по Галдеи. 3300 по Экспириенсу в пользу команды Малайзия. Это будет на самом деле очень большая новость и открытие. Если эти Малайзии у нас Сикретов накажут со счетом 2-0. Такой небольшой себе, небольшая мини-сенсация. Нарисовал у нас уже муж, где находятся соперники. Так и есть. В принципе, здесь троих он захватил в данное поле. Не знаю, что там обсуждали игроки и команды Малайзии. Вряд ли они пойдут во вражеский лес на 20-й минуте. Рановато немножко. Там, гляди, и по щам можно огрести в ответ. Ну, с руной какой-то можно. Инвиз. Для Найт Сталкера можно попытаться кого-то поймать. Ночь, в принципе, на дворе. Поэтому НС более чем серьезная боевая единица. Появляется поинт-бустер на Найт Сталкере. Будет выходить в... Скорее всего, ранний агоним для Найт Сталкера. Все пять игроков команды Малайзии на вражеской половине. Четыре из них во вражеском лесу. Пупея ловит здесь Куху. Найтмар от Пупея. И бежать, 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 бежать. Дальше Куху врываться вряд ли будет. Тут это лишнее, наверное, на лайн выходить все-таки недалеко. Сикреты, если что, товарища своего подсейвят. Артизи уже с Баттл Фьюри. Баттл Фьюри 1800 сверху для Артура. Куроку от него ни на шаг не отходит. И это правильно. Артизи из любой, в принципе, ситуации надо вытаскивать. Нельзя умирать. Фантомке. Умрет Фантомка, умрет надежда команды Сикреты вообще на... отыгранную катку. Ульта пошла у нас от С4. Забирает Дизраптора. Муж отправляется в таверну. Том Сон стоит от Дизраптора. Джонни в Найтмэр отправляется. И Пупея Финсгрипп по кетце к имбе. Но он переживет прекрасно. Финсгрипп. И с руки Пупея просто-напросто развалит. Найт Сталкер забирает еще один фраг. Третье убийство от мидера команды Малайзии. И что, в принципе, неприятно для Секретов, то, что Найт Сталкер становится уже хорошей боевой единицей. Не стоит забывать, что у него есть промахи, которые Артизи просто превратят в обычную бегающую фигурку, в живую мишень. Артизи придется, либо БКБ здесь. Ну, БКБ придется, конечно, собирать. МКБ, наверное, лишним станет. Ну, тогда после БКБ надо будет сразу выключать Найт Сталкера. Потому что НС первым делом будет ждать Фантом Ассасин. Чтобы после выхода БКБ дать ей... Дать ей Саленс. Дать ей промахи. Артизи, если не будет бить руками, то кто это будет делать, вообще непонятно. Даггер есть для Зая. Есть у него Вангвард, Ранквил Буцы. Пупей. Так, Зевс уже с Солу Рингом Буцов Спит. До Виталити Бустер Копейки остались 100 голды всего. Ну и потом 800 на рецепт Бладстоуна. У Шторм Спирита Бладстоун уже появился. Также у Шторма есть ПТ. Мужик глянцует назад Пупея. Кец и Камба все это время простоял в Найт Мэри. И ему, в принципе, все равно. В чем проблема, собственно. Убили Бэйна. Малайзия по-прежнему впереди. 13 на 9. Они выигрывают у своих оппонентов. 23 минуты у нас сыграно. Ну и по голде, посмотрите. Секреты в топе были на 500. По экспириенсу Секреты выигрывали полторы. Игра очень даже ровная. Даже несмотря на то, что малайзийцы убивают больше, чем это делают Секреты. У Найт Сталкера уже 1700 на руках. Кец и Камба до анима совсем чуть-чуть ему остается. И тогда Вижена будет больше у команды Малайзия. Больше будет пути для маневра. И подойти где-то скрытно с Секретом будет все сложнее. Поэтому вот, собственно, этот десант из Куроку и Артизи. На него возлагаются огромные надежды. Команды Секрет. Если Артизи пропрет на криты, тогда можно о чем-то будет разговаривать. Блэк Кинг Бару у Артизи уже есть. Пока что страшных каких-то для него героев в составе команды Малайзия не имеется. Вообще никого. Причем на всех ему фиолетово. Куху с Фу Маной, поэтому с Булл Лайтнинга можно будет улетать. Цеплять его нечем. С4. За эту ульту. На лоу хп здесь Зай. За Зайем вышла погоня. Сразу три игрока. Забирают еще один фраг игроки Малайзии. 14-9. Куху ломает линию Секретов. Нельзя тут в принципе нормально подпушить пачку крипов. Куху просто-напросто сжирает. Ему не сложно это через ремонт оверлоуд делать. Пупей за Куху. Ты пау делает Куху. Куху отсюда уходит. 9-14. 0 по золоту. 0 по экспириенсу. Как будто не играли. Как будто только начали. Разница в 200 голды в пользу команды Секрет. Ой, в 200. В 20. В данном случае в 30. По экспириенсу разница на 100. В пользу тоже Секрет. Понимаете, да? Насколько ровно идут команды. При таком ровном фарме все-таки потенциал в лейт помощнее будет у команды Секрет. Фантомка очень сложный и неприятный персонаж. И перефармленная Фантомка от Артизии не уверен, что малозийцы найдут какое-то противоядие против данного героя. Кто будет ответственный за МКБ, интересно. Найт Сталкер вряд ли в МКБ пойдет. Ну, разве что после Аганима. Но это будет существенно позже. Бристлбек уже собрался без Энджин Яши. У Хая тоже Аганим не нужен. О, не Аганим, а МКБ. Ну и Куху. Ну, какой МКБ? На Куху. Поэтому, в принципе, Фантом Ассасин должна переживать раскаст и бить руками ее будут немножко послабее, чем любого другого героя. И БКБ не позволит кастовать ничего вообще малозийцам против Артизии. Поэтому Фантомка здесь на самом деле очень даже удачный пик. Сейчас я это прекрасно понимаю. Артизия на топ-лейн. Баттлфьюри уже имеется. Есть БКБ 2.600 сверху для Фантом Ассасин. Постепенно, постепенно. Но ПА заберет свой левел. Там, когда будет 16-й левел, 3-й криты. Шансы у команды Сиклет будут гораздо выше. Сейчас, в общем-то, игра равная. Даже несмотря на то, что малозийцы дрались немножко поудачнее. Но меня единственное, что настораживает, это то, что в пике команды Сиклет с руки бьет всего лишь один герой. Это Артизия. Акс больше, в принципе, здесь не ручной игрок. Тут больше за счет Каллингблейда чудеса творятся и Берсеркер Кола. То есть такой себе Сэмми Керри. Акс и остальные магические ребята. Если дело дойдет до Лейты или до Блэк Кингбаров от команды Малайзия, смогут ли Сикриты что-то сделать? Артизия вместе с Куроку спокойненько на крысу пошли бить потихоньку Тауэр. Врывается у нас Скуху на Артизия. На Асю Куроку. Глимсует назад Куроку. Ну что, и затащили на хайграунд у нас Артизия. Артизия должен блинковаться Куроку. Куроку пока здесь. Артизия прыгает у нас на Джонни. Крит на 954. Минус Undying. Статик Шторм и Кинетик Филд. У Артизии есть БКБ. Муши под деревьями здесь гуляет. Артизия просто сжирает дерево, чтобы все было гораздо проще. И улетает отсюда Фантом Ассасин. Минус один делает команда Малайзия. И минус один делает команда Сикрит. Артизия жив. Но умер Виспа. Здесь умер Undying. И повезло, что Шторм Спирита здесь не законтролили. Так, у нас умирает на мидлейне в это время Бэйн. Выкидсик для Охаю. Уже 7-0 идет Бристлбэк. Какое неприятное колючее животное. У Артизии 2000 по голде после Яши. Фантом Ассасин выходит у нас в Манта Стайл. Есть что сбрасывать. Оркит варится у Куху. Один Обливент Став уже имеется. Второй появится в скором времени. В общем-то Куху у нас пока что не умирал. И я так понимаю не планирую. Поэтому Сайлент сбрасывать очень важно. Да и один Сайлент и второй. Там у Найт Сталкер есть. И Шторм Спирит с Оркитом будет. В общем-то обезопасить себя Артизии пытается по полной. И у него это получится. Если будет БКБ и будет Манта Стайл, то два Сайлента за Ивэдить вообще не вопрос. Команда Малайзии в это время на Рошана отправляется. Артизии не бросает вообще, не оставляет попыток бежать и бить дальше, снести топ-лейн. Уже один раз он заходил по топу. И вместе с Куроки они половину Тавара снесли. Тавар по-прежнему в том состоянии, в котором Сикриты его и оставляли. Поэтому, наверное, мозолит глаза и Артуру, и вообще всей команде Сикрит. Тавар. Ну и Рошан падает для команды Малайзии. Эггис у нас забрал Шторм Спирит. Ему нельзя тратить заряды в Бладстоуне. Об этом прекрасно все понимают. Ему нужно как можно быстрее насобирать себе на Оркит. Тогда и Зевс станет бесполезным, и Виспа можно попросту не чувствовать вообще. И выключать из файта моментально. Манта Стайл прилетает. К Артизи есть Баттл Фьюри, есть БКБ. Ждем выхода в первый удачный файт. Охайо без Аэгиса. Куроку должен был видеть Охайо. Ну, рядом, в принципе, все остальные. Пошел у нас под сейв от Артизи. Врывается он на Охайо. Охайо в Найтмэри. Кетцакембаб вот Финцгриппом. Калин Бейт от Зайи опять в никуда. Ну и где Артизи? Артизи у нас в самом центре событий. БКБ провязал Артизи. Врыв на Куху. Еще один крит. Куху отъедет. Куху умирает. Теряет Аэгис. Артизи дальше на Джонни. Джонни на лоу ХП. Даблкилл. Гадлайк уже для Охайо. Если это подарят Артизи, это будет просто жесть. Зай уже здесь. Агрит на себя. Куху, Куху на лоу ХП. Забирает у нас в итоге троих игроки команды Малайзии. Артизи на лоу ХП. Сфо забирает у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это с Сикретой подрались. А три в пять дерутся с Сикретой. Это Тим Вайп от них. Артизи жив. Сфо жив. Все остальные герои, такие как Бэйн, как Висп, понятно, что это разменная монета. И им пришлось бы здесь умереть в любом случае. Важно, что Артизи выжил для Сикретов. И важно, что выжил Сфо. Но минус, конечно, в том, что Охайо забрал Зевс. А с другой стороны, почему минус? Зевс забрал себе Охайо. И у Зевса теперь 1600 после одного единственного файта на руках. По голде Сикреты должны выйти вперед. Они тут больше тысячи отыграли. Это 100%. По экспириенсу они уже впереди. Ждем у ТС-4 Рефрешер Орб. Что еще делать? БКБ, я смотрю, ни у кого нет. Шторм Спириту вообще кровь из носу. Нужен Блэкинг Бар, Найт Сталкер тоже у нас без БКБ. У Шторма уже Оркит имеется. Ну, я Муши смотрю. Куда там Муши вообще? Блэкинг Бар. Джонни в Пайп выходит. Не БКБ, а Пайп. Хотя бы одну ульту Зевса сделать немножко попроще. Артизи начинает набирать обороты. 17500 для него, 16500 у Охайо. До недавнего времени Охайо даже близко конкурентов не имел. Теперь Артизи обгоняет его на целую тысячу. Кираса в это время появляется для Бриста. Артизи чужих Эншинтов. Муши знают, что здесь есть Артизи. Артизи, БКБ, сразу на Муши. Наконец-то Каллинг Бейд от Зая зашел. Статик Шторм под ноги. Артизи в БКБ, ему плевать на Статик Шторм. Джонни на лоу ХП, разваливается Найт Сталкер. Джонни с Ол Рипом себя. Пока что минус 3 делает команда Сикрет, и никто не умирает. Дальше за Джонни. У Джонни нет Форстафа, и улететь отсюда не сможет. Минус 4, последний килл для команды Сикрет. Это Тим Вайп с разменом в 0 вообще. 0 в 5 дерется команда Сикрет, дождались. Терпели, терпели и вытерпели. Полторы катки надо было ждать команде Сикрет, чтобы подраться настолько удачно. 20-19 по итогу этого файта, 3 с копейками зарабатывает Сикрет в драке по голде и 8-100 по экспириенсу. Переломный момент в данном матче и, мне кажется, переломный момент вообще в противостоянии Малайзии против Сикрета. Раскайтили как могли. Артизи вообще без башни просто. Врыв куда угодно, в любую вообще позицию. Главное, чтобы команда хоть немножко поддержала. Ну, здесь поддержали всем, чем могли. К уроку сейвил нон-стоп. Артизи плевать было на Статик Шторм, плевать на Кенетик Филд. Есть БКБ, нет проблем. 3-100 на руках у Артизи. Башер уже, в принципе, может появиться. Квеллинг Блейд продавать и приобретать себе Башер. Чтобы меньше просто Малазицы бегали. Да, Башер покупает себе Артизи. Как же я угадал, интересно. Абсолютно стандартная сборка на Фантом Ассасин. Он никаких тут излишеств Артизи себе не приобретает. Ничего выдуманного. Все по стандартной схеме. Стандартный нынешний гайд вообще на сборку Фантом Ассасин. Прям бери и пользуй везде. БКБ уже летит. Ой, БКБ Башер. БКБ это уже давным-давно прилетело. Уже 7-секундная на Артуре БКБ. И с Башером и Фантом Ассасин демеджа дофигища. Почти 300 с руки бьет Артизи. С критами в 450%. Понимаете, что 1200. Кто это выдерживает, это выдерживает мало кто. Дезраптор не выдерживает. Штурм спириту 2. В идеале полтора крита. Андайинг тоже, в общем-то, будет умирать. Пайп здесь не поможет. Понятное дело, что от критов. И на деф ничего у Андайинга серьезного не имеется. Не считая, правда, Кераса Бристлбека. Но не всегда будет Охая близко. Вот Бриста пилить сложновато, конечно. Но криты тоже свое дело делают. Критам плевать на деф. Они просто сами по себе проходят. Артизи на топ-лейне. Они очень близко находятся к уроку. Если что, можно будет в любой момент уйти. Ну что, Т3 горит. Артизи выпрыгивает быстрее на куроку и бежать. Будет ли врываться здесь Штурм Спирит? Ну, не рискует. В итоге, в итоге, в итоге, секреты забирают топ-лейн. Вроде бы гнобили секретов, а секреты свое дело сделали. Артизи теперь уже с позиции руководителя вообще ситуации. Может зайти на хэкграунд команды Малайзия. До этого он так аккуратненько, как бедный родственник, подошел. И чуть-чуть подковырял Тауэр. Это было очень похоже на какое-то партизанское движение. То есть здесь Артизи абсолютно серьезно, без проблем, зная, что ничего с ним не будет. Если и будет, то ничего страшного в любом случае не случится. Просто заходит и сносит Т1. Т3, точнее. Сносит иллюзиями, сносит основным героем. И в Малайзии действительно начинаются проблемы. По голде секреты. Боже, боже. Две фк... Два файта. Вот команды секреты удачные. И проигрывая тысячу по голде, теперь 11 по золоту выигрывает команда секреты. А так вы видите, графики все близко-близко-близко к нолюбле. По экспириенсу абсолютно та же ситуация. Поймали у нас Пупея. Пупеев статик в шторм. И Пупеев, в принципе, умирает здесь. Не успел брейнсап ни в кого запустить. Куроку тизер потратил на Пупея. Где Артизи в это время? Артизи включает БКБ. Готов файтиться. Врыв на Куху. Паш проходит по Куху. Зай агрит на себя всех. Артизи по Охайо. По Найт Сталкеру. Просто непонятно кого бить. Прыгает за Кетс и Кэмбой. Куроку уже здесь. Куроку байбэкнулся. Куроку развалился. Артизи дальше за Джонни. Трипл килл от Охайо. Викед Сик от Артизи. Охайо готов теперь драться с Фантомкой. Накс агрится здесь Охайо. Филлспреев пока что не будет. Крит если пройдет, Охайо отъедет. Очень удачно врывается шторм. Артизи на лоу хп. Охайо живой. И нашли Малазийцы. Чем ответить? Четыре фрага. Плюс двойное убийство Веспа. Минус пять делает Малазия в этом файке. Теряет Андаинга. Теряет шторм Спирита. И тратится шторм на байбэк. Но Малазийцы три с копейками выигрывают по золоту. И одиннадцать шестьсот по экспириенсу за один файт. Убили всех, кого могли только убить. И убили. Очень важно сказать об этом. Убили Артизи. Фантом Ассасин второй раз у нас умирает. И эта смерть гораздо серьезнее, чем та, которая была на ранних минутах. Смерть после тридцать пятой минуты для мейнкеррия. Это плохо. Это дорого для соперников. Это дорого. Это золото, экспириенс, артефакты. Почет и уважение. Поэтому Артизи, конечно, надо сейвить всеми силами. Но кто это должен делать? Это должен делать Виспа. Как это делать Виспу? Вот это вопрос. Виспа всего-то 1300 хп. Это на три удара Охайо. И на два Квилл Спрея. Я уже молчу о Шторм Спирите, который Виспа в любой точке карты достать может. Вот и МКБ. То, о чем я говорил. МКБ появляется на Бристолбеке. После Сен-Жиньяши, после Керасы Охайо может себе позволить. У него 21 тысяча нетворса. Он опережает всех вообще. В своей команде с огромнейшим отрывом. Шторм Спирит всего-то 13 тысяч. Ну и немножечко проигрывает Фантом Ассасина от Артизи. С-4 попереобретает себе рефрешер Орб. У него есть рефрешер. У него есть Геосептер. Есть Бладстоун с 18-ю зарядами. Команда Малайзия на своем хайграунде. Не спускаются в собственном лесу. Так особенно, как бы, и не подерешься. Поэтому, конечно, Малайзийцы мало что могут противопоставить своим оппонентам на вражеском хайграунде. Где-то, если будет нападать Сикрет, можно, конечно, и поймать их. Поймать их, опять же, с позиции силы, с позиции лучшего географического расположения. А Сикреты должны туда идти, по большому счету. Сикреты должны вот-вот, пожалуйста, да. Сикреты под смоками должны идти и ганкать команду Малайзия. Пытаться поймать их врасплох, пытаться развалить их до того, как Малайзийцы сделают это. Ну ладно, не получилось ганкнуть, пошли на Рошан. Роха просто как тряпочная вообще здесь падает. Артизий в Рошана въелся. 4400 по золоту. Фантом Ассасин. В принципе, сейчас будет Аэгис, после Аэгиса сразу же будет Абисал Блейд. Потрясающий контроль. Абсолютно 100% заходящий на Фантом Ассасин. 100 демеджа, стан, баш. Все это для Фантомки, просто как для нее писали. Абисал Блейд. И 1100 сверху для Артизий. Команда Малайзия стесняется просто так подходить к товарам. Они не верят, что они сильнее, и по факту они не сильнее. На 6000 выигрывает команда Сикрет, по экспириенсу 4000 Сикрет. Ой-ой, как много. 5000 за один файт отыграли малайзийцы, и по экспириенсу та же история. Даже несмотря на то, что Сикреты забрали Роху. Так вот, Малайзия не кажется мне сильнее на самом деле, потому что есть Фантом Ассасин в пике. Даже не суть, как важно, что конкретно Артизия управляет данным героем. Важно, что это Фантом Ассасин, и у нее максимальный нетворс на карте, по-моему, максимальный левел. Нет, Охай опережает по левелу. Но 22-й левел для Фантомки, это уже ого-го как много. По байбекам. Есть байбек у Артизии, есть байбек у Охайо, Найт Сталкер с байбеком, и Муши тоже с байбеком. Охайо по-прежнему с Меккой, с Вангвардом. Кстати, не очень понятно, зачем Престулаку Вангвард. Я думаю, это вопрос времени, Вангвард. Ну, при наличии Керасы, я имею в виду, зачем Вангвард. Да, ХП реген, все это понятно, но понятное дело, что Вангвард в итоге продастся от Охайо и купится Хардов Тараска. Сейчас просто-напросто денег на это нет, да, и на байбек нужно оставлять. Сейчас что-то покупать, тот же Ривер, бессмысленно абсолютно. Артизии, начинает пилить барак. Живой барак на лоу ХП, обрывается Ку-Ху, Ку-Ху развалили. Охайо на лоу ХП, Охайо ест Артизии, он просто сжирает у нас Охайо. Бежит Охайо на лоу ХП отсюда, разваливают постепенно Кецакэмба. Врыв на два удара охватила Дизраптора. Умирает Найт Сталкер, сразу же байбек, Охайо отпустили на лоу ХП, но в принципе живой Бристалбек. Сторону игроки команды Сикрет должны сносить 25-24. Джонни не знает, с какой стороны вообще подойти к этой Фантом Ассасин. Опять же, есть Аегис у ПА. Если сольют Артизии, встанет, будет драться дальше. На мидлейн перетягивается Пупей. А куда? Зачем? Зачем? Пупей просто пошел, подарил Даггер. Забайтил, ой, подарил точнее Гем своим оппонентам. Гем лежит на базе, Зайн на лоу ХП. Охайо просто как атомная война, к нему вообще невозможно подойти. Артизии в это время келлинг спри под Т4. Джонни на лоу ХП. Дальше за Джонни еще один крит на 1600. Минус Джонни и Охайо, мне кажется, следующая жертва. Скорее всего, трипл килл от Артизии. Нет, С4 забирает этот фраг. Ну, Тим Малайзия должны понимать, что здесь примерно все закончилось. Артизии дальше за Муши. Еще один удар, минус Муши. Трипл килл от Артизии. БКБ от Артизии. Абисал Блейд в куху. Еще один. Артизии. Еще один фраг. Ультра килл от Артизии. В Охайо. Сбивают, скорее всего, Аегис Артизии. Нет, Артизии здесь выхиливается. Что, вложили сыр в Куроку, что ли? И Куроку похилил на фулл хп у нас Артизии. Как так получилось? А, Зевс у нас засуицидился. Просто засейвить Артизии. Всех фулл похилило. Минус 4 делает Артизии в данном файте. Секреты, ну, просто-напросто уничтожают команду Малайзии. Тут уже драться не получится у малайзийцев. ГГ пишет куху. ГГ пишет... Да все тут пишут ГГ. Это действительно ГГ. Долго сражались, Секреты пытались выйти в итоге в лейт. И в лейт вышли. 44 минуты. Серьезный такой лейт. Для Фантом Ассасин самое время раскрыться. И все прекрасно у Артура получилось. Ну что, пока что счет становится 1-1 в данной катке в формате Best of 3. И через, я думаю, 2-3 минуты. Хотя немножко больше. Да, это лан-финал. Там пока небольшие паузы. Между первой и второй каткой мы минут 10-15 ждали. Есть подозрение, что и между второй и третьей будет та же история. Но у нас решающий матч. Поэтому никто не переключается. Подписываемся, если хотите, на наш ГГ-плеер. Или бросайте ссылку, кто знает, на Twitch. Мы чуть попозже в чат бросим. Основной наш канал все-таки на Twitch. Ну и, конечно же, заходите в группу ВКонтакте. Сейчас все это появится в чате. И наш канал на YouTube. Напомню еще раз, это студия игрокам ТВ. С вами друг. Стараемся сделать ваше время как можно приятнее, а доту качественнее и интереснее. Всего доброго. До скорой связи. С вами был Игорь Негода.